Рак, перископ, майки.орг Ваня уборщик я там плохо делаю. А вы что не еды? Бля, нормально, провел мероприятие, заебись. Нави, правда, не смотрю. Посмотрел так, что батл грязного Рамиреса с Энди Картрайтом. Бля, ну это надо было вживую видеть. Когда фицим все они это, не знаю, бля. Я новый трек скоро выпущу, надеюсь. Хочу альбом выпустить. Альфакер? Не, я ж не ха... Ой, я ж не... Я ж не турок, альфакер кури. Короче, концерты по Украине будут. Будет Львов, будет Днепр, по-любому. Будет Черновцы, будут Сумы. И по-любому будет Крапивницкий с Кривым Рогом. Просто все будет весной. Ищем хорошие площадки, понимаешь, в чем прикол? Ищем хорошие площадки, все будет заебуро. Бля, я уже тебе как черный, тупо, с этой цифру отвечаю. Кто-то у меня спросит, нахуй ты купил, нахуй типа тебе значок грибов. А это мне напоминание, что я их вытащил на свои шеи. Да нет, ты что, ходишь? Крапот, там все протумано, блядь. Ты иду тогда Богом, блядь, всего. Да нет, там все тащил чате, наверное. Чате был мозг, а вытащил по интернету. Нет, все, вообще, вообще, смотри. Нет, ты выкупаешь вообще в чем прикол, что типа, эта движуха вообще, вот, если бы вот мы четвером вот так вот нихуя не сделали, я не знаю, что бы было. Там каждый сделал, симптом сделал свое дело, я сделал свое дело, чате сделал свое дело, Юра Барда сделал свое дело, причем большое, понимаешь? Такая ахуйня. Потому что у него есть коннекшен и все дела. Игорь, я не пишу, чтобы ты ебало завалю. И вот эту кобру ты видишь, ты что-то был, ты как мне сосал там или что? Уууу, непорядочно, дядя. Я уже вижу, как банка икры отцелет. А, я помню, видимо, в мутках. С кальяном, в маршрутках. Бля, давай заценим новый трек, заебал. Нет, нет. Ваня не разрешает, понял, показывает новый трек. Это кальян на слезах хейтера, бля, дядя. Как видишь, их много, бля. Игорь у него улыбается. Че, блядь, за Иван? Я в Смельницком был, блядь, неделю назад, еще раньше. Кепка, как у... Охуенный кипарик, что ты моросишь пот, блядь. Навик, блядь, разда. А, че там, плюс, там, best of five в Нави. Ей, че, у меня так много людей сводит, вам че делать не хотят? Стреть на такого поса, как я, ебанно, рано. Да, я в Одессе, но мы в пять утра уезжаем. Билеты уже придбали, дядя. Что я думаю о победе ВП, бля, ВП красавцы, шо я могу сказать? Больше мне не мало что сказать. Я рад вообще, что славяне тащат, блядя. Щас нави еще возьмут, блядь, кс и будет все, бимба, блядь. Там это, слышишь? Ко мне ассистент приедет, выйдешь, встретишь. Их где? А там норму не будет. Щас Женя Хасля приедет. Грязь миромерность, пиздец, нормально, мне понравилось. Но он, блядь, как для первого батлона разъебал, дядя, вообще. Сильно было. Сильно было. Шо, блядь, Питер. Есть кто-то из Питера? Есть кто-то из Питера? Есть Питер с Петербурга? Есть на связи? В Львове? Да. Питер, жду всех 24 марта. Жду всех. Запорожье охуенное. Где меня в Одессе искать на привозе, блядь. Вот с 5 утра еду рыбой торговать. Кто-то на связи. В Израиль столько поездили с Мишей Крупиным. Без Миши Крупиным там делать нихуя. Всем салам алейкум. Малейкум ассалам. Ее, Ростов. Блядь, так в Ростов хочу, пиздец. Я ж не курил, пацаны. Я ж не хапаю. С наркотиками. Я последний раз курил 16 декабря. Анжибас. Не знаю, дядя, я когда накурюсь, меня начинает параноид. Я, походу, перерос эту хуйню, понял? Пиздец. Спасибо за поддержку. Вообще, на самом деле, дядя, вы знаете. О, по поводу последнего, ой, предпоследнего поста, блядь. Там, где мне, типа, телочка пишет. И мне многие, типа, писали, блядь. Ебать, ты зажался, с фанатами общаешься. Блядь, вы ж видели кусочек переписки? Это штрих, кто посидел у меня с подругиной страницей, писал мне, блядь. И подружание мне пишет, типа, блядь, братан. Ну, в смысле, братан, ебаный город. А братан тебе, братан. Ребята, понял? Есть, короче, есть такая ситуация. Есть такая ситуация. Люди не зажираются, понял? Есть, конечно, такие люди, которые зажираются. А есть такие типы, которые просто устают от бестактности людей. Те люди, которые устают от, как тебе сказать, от невежливости людей. Вот такая движуха. Я такой штрих, ну, блядь, я никогда не стремился к тому, что у меня есть. Оно просто привалило. И, типа, мы не то, что пользуемся этим, нам это нравится. Мы уже к этому привыкли. Просто, понимаете, в чем прикол. Есть такие люди, которые, ну, что хотят от тебя. Нахуй от меня что-то хотите, ебаный город. Я, как тебе сказать, я, блядь. Да мы, ты, ты, мы с тобой, с тобой. Я даже не знаю, как вам это объяснить. Я знаю, что я, типа, остаюсь с тобой. Да, я меняюсь. Я меняюсь, я взрослее, но у меня не мать такого, что я получаю от довольствия. Не, я руки помазал. Ну, что я получаю от довольствия от того, что я, типа, отказываю людям. Просто, ну, вы же тоже должны понимать, что есть я в хорошем настроении, есть я в плохом. Вот есть такие люди, которые, понимаешь? Такой пизды, получается, когда он в плохом настроении. Понимаешь, понимаете, в чем прикол? Я не люблю, когда я иду в наушниках и меня дергают люди. У меня вот, ну, музыка для меня, вот я когда погружаюсь в музыку, все. Я не вижу никого, ничего. Я иду, я кайфую, я думаю. Я очень много думаю. Да какие деньги, вот деньги дают свои, какие нахуй деньги? Дядя, вот какие, вот какие нахуй деньги, дядя? В смысле, блядя, какие нахуй деньги? Откуда, блядь? Быть популярным не значит быть богатым. Я не знаю. Можно, вы знаете, в чем? Помочь, что-то тебе должно. Да, слушай, мне похуй, что базарил Юлик. Юлик это тот штрик, который, блядь, обсирает других людей в интернете. Ёбанурот. Я к нему именно, если, ну, я к нему имел респект, но когда он, типа, наговорил вот эту необоснованную хуйню в интернете, что, типа, я гонюсь за каким-то хайпом, за какой-то популярность. Ты что, блядь, больной, нахуй. Ко мне приходит мое рекламное агентство. Мое рекламное агентство. Говорит мне, дядя, надо, чтоб ты встался там. Сколько денег? Столько там. Заебись. Заебись, понял? Я пошел, снялся. Я ж не, блядь, ну, это не ради хайпа, понял? Такая хуйня. Нахуй она мне надо, чтоб, ну, это какой-то хайп. Вообще, нахуй мне хайп, понял? Я делаю свою движуху очень много лет. Вот, блядь, в марте будет пять лет, как я снимаю видосы. Покажи мне хоть одного вайнера, который пять лет снимает видосы. Где? Я знаю только Пашу Микуса, все. И то я его давно не вижу на просторах интернета, понимаешь? Я делаю то, что я делаю. Мне не нужен хайп, мне не нужен, блядь, это вся хуйня. Меня, типа, базарят, вот ты на Версисе ебалом засветил. Во-первых, блядь, я всегда хотел увидеть, блядь, вот этих всех людей. Я всегда хотел побывать на Версисе, ебаный врод. Все, мне, блядь, сказали, дядя, ты едешь там? Я сказал, конечно, еду. Это ж не то, что я говорю, что, пожалуйста, пустите меня на Версисе. Я очень сильно хочу на Версисе. Пиздец, блядь, надо хайпануть. Не, я, блядь, меня позвали, я пришел, ебалом поторгал. Все, вряд ли я туда приду еще раз, потому что я не думаю, что будет такой сильный батл. Вот и все. И, типа, блядь, какой-то хайп. Мне это, дядя, мне это и нахуй не надо, понял? Я делаю то, что я делаю, я получаю это в удовольствие. Вот тоже мне типы базарят, блядь, ты фоткаешься со всеми. Вася, мне вот эти все типы, которые со мной на фотографиях, они мне респектуют. Они мне респектуют. Они мне говорят, блядь, ты красавчик, вот мне нравится, что ты делаешь. Ну, блядь, типа, давай там сделаем фото. Или есть те люди, которые мне не понимают. Я говорю, давайте сделаем фото. У меня просто немало конфликтов ни с кем, понимаешь? Вообще, я исчерпал все свои конфликты. Вот все свои твитерские быфи, все хуйню, я все исчерпал. У меня этого нет, мне это не нужно. И если я, блядь, с какими-то личностями нарисовываюсь, это потому что мне не интересно, а потому что мне надо фоточку, чтобы хайпануть. Ну, люди должны понимать, что есть те люди, которым похуй на это все. Они просто получают удовольствие от того, что делают. Я много раз говорил, что сегодня я киевс-тонер, завтра я могу быть не киевс-тонером. Но возле меня остаются те люди, которые знают меня, как Альберта, понимаешь? Те, которые меня поддержат. Вот, блядь, после ухода с грибов отвечаю. Блядь, от меня столько людей отвернулось. Сякирская туса нахуй отвернулась. Перестали маячить, все. Только пару человек меня поддержало. Очень сильно поддержало. Отвечаю, я вот этих людей ценю. Вот, они меня поддержали, я сейчас общаюсь с этими людьми. Я не общаюсь ни с теми, которые мне говорили, бля, братан. Ты крутой, вы делаете крутое музло, вы пиздец, там, задували нахуй в жопу так, когда грибы хайпили. Вася, как они задували в жопу так. Братик, 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 братик. Ой, вот это вот, мое очко, и было вот так. Ой, бля, вы такие классные. Мне такие классные, гадя. Только нахуй пропала, ебала, все, типы сразу, блядь. Не привет, не то, не все. Бич? Вы че нахуй? Больные, блядь. Отвечаю, я живу своей жизнью, я наслаждаюсь. Я вот рад, не знаю, кому там, кого там благодарить. Судьбу, стечение обстоятельств, вот то, что я имею. Я отвечаю, я рад, понял? И я рад, что я не сломался. Я рад, что вот есть один человек, который очень сильно меня поддержал. И я узнаю, что если мне этот человек скажет, Вася, мне надо, чтобы ты кого-то пошел во льну. Я говорю, я не спрошу, зачем, почему. Я скажу, давай адрес. Все. Потому что, понимаешь, в чем прикол. Выйди, Вася, слегка, пожалуйста. Понимаешь, в чем прикол? Вот, блядь. Ассистент там, ну, у нас есть. Адрес, знаешь, такой есть? Ну, я на. Ребята, у меня не бомбит. У меня, ну, у меня не бомбит. Просто понимаете, все, прикол. Я знаю, что между мной и вами существует такая хуйня, что я вам не объясняю ничего. Я вам не объясняю ничего. И вот когда у меня накапливается эта хуйня, я хочу вам объяснить. Я не стартую ни на кого, никому не предъявляю. Я хочу вам объяснить, чтобы вы предпросто этого не говорили, да. Такая хуйня. Отвечаю. Все, ну. Я просто, ну, я хочу спокойствия. Я не хочу, чтобы меня трогали, понимаешь? Меня ебут по поводу творчества. Мне, блядь, есть люди, которые говорят, мне не делай это, не делай то. И вот я хочу, чтобы они просто от меня отстали. И я делаю то, что я делаю. Потому что, ну, блядь, я кайфую от этого, ебаного. Я кайфую от видосиков. Я кайфую, там, от своих загонов. И все. Это мой юмор. Это мой юмор. Я, ну, понимаете? Я думаю, люди должны это понимать. Что я делаю это не... Я делаю это не совсем для вас. Я делаю это для тех людей, которые в этом нуждаются. Я делаю это для себя, для своих близких. Понимаешь? Я делаю это для тех людей. Я делаю это для тех людей. Вот он написал. Он на машине сидит, наверное. Он сейчас подъедет. Поэтому, ну, блядь... Ты, люди... Ну, вот... Вот люди меня обзывают в интернете. Нахуя? Ну, скажи мне... Ну, дядя, приедь. Скажи мне в лицо. Хоть раз. Выйди, скажи ты там то-то, то-то. Типа пишут хуйню Я выхожу с ними в прямой эфир Они говорят, дядя, я просто хотел привлечь твое внимание Come on, бля Слушай, дядя Я отвечаю Я помогаю всем своим типам У которых тяжело У которых нахуй не имать денег И вся остальная хуйня Я им помогаю Я, блядь, не говорю кому, что, где, как Когда мне кто-то звонит Я никогда никому не отказываю в помощи, понимаешь И я знаю, что Когда у меня все пропадет, эти люди останутся со мной Вот и все А вы, а вы, понял Есть такие люди, которые, понял Вы сегодня меня смотрите, а завтра нет Сегодня пишется стонер красава Завтра стонер лох, стонер черт Типа, ну Это на вашей совести Понимаешь, чем прикол Я остаюсь честен перед собой Понимаешь И вот те люди, которые вокруг меня Они со мной не потому, что я киев стал Понимаешь, они со мной потому, что я Альберт И я ценю А у многих людей У которых 5 миллионов подписчиков 6, 10 У них даже нет таких людей, нахуй Дядя, понимаешь Они, блядь, обладают этим количеством подписчиков Этой армией Но когда они закрывают свой инстаграм Ура, ну здесь, наверное Но когда они, короче, закрывают свой инстаграм Они, нахуй, никому не нужны Дядя А если однажды интернет пропадет То ничего страшного, братья Для меня ничего Если у меня заберут инстаграм Если вот, дядя, вот, блядь, будет такая хуйня А вот эта, хай, вся хуйня, блядь Оставьте это для других, нахуй Отвечаю Слышишь, а ты зарядку взяла? Зарядку взяла? Заебись Дай, пожалуйста А где-то розетку, где-то есть? Да, Сяп Будем на твоем инстаграме Где-то розетка Вот так вот, нахуй, и живем Ну, ну, ладно Блядь Сейчас, секундочку Что такое? Что такое? Бумажка, блядь, пожалуйста Что это? Опа, ся Что там напишет? Финал? Не, не смотрю Сейчас буду смотреть Попишу с вами и буду смотреть Знаете, в чем прикол? Я за всю жизнь За всю жизнь Написал всего два негативных коммента За всю жизнь Я написал два Ну, пиздю, может, три Негативных коммента Никогда никому не жал зла Или еще какой-то хуйни Понимаешь? Никогда никого не критиковал Я не могу понять Почему люди пишут хуйню Понимаешь? Почему? Ну, как? В принципе, я понимаю Они просто завидуют Они могут базарить Да нет, ты пиздишь И так далее Нет, блядь, не всем похуй Никому не похуй Похуй пидору чулки Запомни, да нет Похуй пидору чулки А то, что стрихи пишут И базарят Да всем похуй Да нет Вася, тебе, чтобы было похуй Ты бы закрыл этот эфир Отвечаю Ты бы закрыл этот эфир А так ты сидишь Потому что тебе не похуй Я знаю, что в этом мире Очень много шакалов Которые ждут Чтобы сказать Акела промахнулся Акела промахнулся Блядь, да Дядя Я Я творогой Я вырос на районе И Понимаешь Я в Америке мог поменяться И стать, блядь, гнидой Дядя Там еще Женя приехал Можешь Женю встретить И мог стать гнидой Да И мог стать гнидой Ну а зачем? Зачем? Для чего вы живете в этом мире? Ради лайков в инстаграме? Для чего вы живете? Я не понимаю Я не понимаю Я не понимаю, блядь Вот знаете Да Я не нюхался Горю Нахуй, дядя У меня грибы пиздует Мобитмарь Хаслобиц приехал, блядь Хаслик, ёбки, блядь О, закона шапка Да, слушай Что ты делаешь? Гландарь Норма Заебур Посмотрю, посмотрю Что это у тебя золотой кулачек? Ты знаешь Голд, нига, голд, щит, золотой серебро, нахуй Да Это и есть проблема Не пропагандируй траву Слушай Я Только три года спустя Понял, что Вот я сидел в Лос-Анджелесе Курил себе косячок, блядь В Лос-Анджелесе это нормально Понимаешь? В Лос-Анджелесе это норма И только знаешь В то время спустя Я понял, что, блядь, мне, типа, пишут, блядь, не пропагандируй то Не пропагандируй это В смысле, я не пропагандирую Я живу, блядь, по правилам Того, как живу, блядь Мой штат Как я могу пропагандировать наркотики? Отвечаю И знаете, что я хочу сказать? Блядь А, как вам так объяснить? Не существует такой Ну, для меня И для многих людей Вот Допустим, даже, вот Типа пишут Не говори, там, в текстах, блядь Про наркотики Или еще что-то Слушай Я не говорю о том Как охуенно курить шмар Как охуенно, блядь Употреблять фен, блядь Или кокаин Или, блядь, марки И ЛСД Я рассказываю свою жизненную позицию И человек делает вывод Того, что это очень хуёво Понимаешь, дядя Очень хуёво Вот типы И сидят Думаешь Я тут нанюханный Я тут, блядь Напуленый Вы вообще знаете Как прет Педрулин? Вы вообще знаете Что вы пишете? Вы же, блядь Даже, нахуй Нормальные педры в руках Не держали Отвечаю Те, кто держал Нормальные педры в руках В инстаграме Не сидят Они не сидят В инстаграме Я не знаю Только, что такое Инстаграм, дядя Просто, плиз Что вы Можете знать Об этой хуяде, дядя Пиздец Это жесть Это жесть Отвечаю Ну, в натуре, дядь Ну, вот Те, кто выкупает А не выкупает Что это не факт, блядь Не факт, блядь Не суди так, блядь Я просто знаю Слушай, я сам Вербовщик У Витя Создал инстаграм Вот, видишь, хайпит Вот, вот там Вот районная дичь, дядя Там районная дичь Покажем на андроид Покажем на андроид Вот там Гарь, нахуй Тяжелее, хуя Ничего в руках Не держал Дядя Тебе б мою жизнь Нахуй С 13 до 19 Ты б загорел бы, сука Как порох, нахуй Ты б загорел Ты б охуел, блядь Ты б охуел Знаете, чё? Типу вот базарит Я даже не хочу ничего рассказывать Мое детство было Не детство У меня было детство Охуенное У меня были Игрушки, блядь У меня были, нахуй Камазы Охуенные У меня были Трансформеры У меня были Пауэрренджерсы У меня было Лего, блядь Мешок, нахуй Я, дядя, мог себе Квартиру, блядь Четырехкомнатную В центре Киева Слега выстроить А вот мой Подростковый возраст Фух Это было Четыре буквы, дядя Четыре буквы Могу сказать, блядь Гарит, нахуй Это была Гарит, дядя Ты зазвиздился Да похуй мне, Вася Какой нахуй Зазвиздился, дядя Я сижу, блядь Зазвиздился, дядя Да какой нахуй Так я не гружу Я вам делюсь с собой Своей жизненной позицией Такая Кузен Ламар будет Только Как только я уеду В Лос-Анджелес Надеюсь, это случится В скором времени Это пизда Все молодые Такие в теме А я в ахуе Дядя Ну понимаешь, в чем прикол Я, ну вот видишь Есть нормальные люди Которые шарят Которые понимают Мое чувство юмора Когда я, допустим В базаре вот Вот так вот Типа Ёмоу Монтангдали Каких-то интервью Видео Бля, я ханю бес Ёбаный врон Понимаете, вот в чем прикол Есть интервью Серьезное Есть серьезное интервью Понял А есть шоу Понял Есть шоу Где ты приходишь И тебе надо гнать бес Тебе не надо быть собой Тебе надо быть кем В каком-то образе Это называется шоу Это называется шоу Пашка царёк Паша техник Если ты сотришь Бля, ты царёк Ты король ютуба Отвечаю Паша именно похоронил всех на ютубе Отвечаю Такова хуйня А типа ну Я знаю, что есть люди, которые знают меня И я не знаю, когда я серьезный А когда я его не бес Что в инстаграме написано Вымышленный персонаж А если тебе Что-то сушит от фенов Ё, спасибо всем тем Людям за мою поддержку Которая по-прежнему Остается со мной Я знаю, что есть те люди Которые сотят меня уже Там, бля Третий год Которые видели Всю мою именно Видео Движуху Понимаете Возможно Вот вы Вы пишите Что я уже не тот И так далее Ну уж тоже должны понимать Что я взрослею Юмор меняется Моя жизненная позиция Меняется И я типа стараюсь Я не могу сказать Что в каждом видео Я иду назад Мне кажется Просто мой юмор Настолько становится Тоньше Дядя Просто настолько Именно становится Тонким Что вот Если ты не знаешь меня Ты его не выкупаешь Понимаете Такая хуйня Я думаю Я думаю так Я думаю так Потому что дядя Ну На самом деле Мы такие горбели Пускай порой Что просто ноги Обсыкаем Есть один человек Эдик Лебедь Которого я очень сильно люблю Лебедь для меня Это пиздец Это вот Мой повод Приехать в Одессу Малая Без убит Это мой повод Приехать в Одессу И вот Эдик Я бы хочу сказать Если бы у Эдика Был в Инстаграм Меня бы не было Эти грязные Рамирес Я же уже рассказал Рамирес красавчик Имею к нему уважение Вообще Типа Я Я отношусь Уважительно Ко всем Именно Ремесленникам Этого дела То есть У меня немало Тех людей Которых Допустим Я бы хейтил Или Дисреспектил Просто Их творчество Может мне не импонировать Но при этом Я знаю Что они хорошие люди В русском рэпе Таких людей Хоть жопой жуть Отвечаю Вот в рэпе Их творчество Может быть Хуйня Ну как хуйня Их творчество Может мне не импонировать Я не могу говорить Хуйня Их творчество Может мне не импонировать Но они нормальные люди И знаешь После того Когда я начал Знакомиться С этими людьми Я начал понимать Что бля Ёбаный Блот Типа Они нормальные Типы Просто их творчество Мне не нравится Такая Блин Не Я себе Остеточно Решил Что батлить я не буду Понимаете В чем прикол Даже если бы я пошел На батл Я бы не пошел Туда Как Киевстон Я бы пришел Туда Как МСИДЕД Я бы пришел В своем образе Такая Расхуня Что я скажу Насчет Федука Федук красавчик Я с ним Познакомился Мы до этого Переписывались Но я с ним Познакомился Федя Блот Охуенный Штрих Душевный Понимаете И мне нравится Федя Также я могу Сказать Допустим Про Славу КПСС Да Базарил на Украину Дохуя Понимаете То все Пятое Десятое Но когда я его Встретил В коридоре Я с ним Попиздел Хорошо Понимаете Я выкупаю Что Слава Ну Не такой Какой он В своих батлах Понимаешь Ему просто Надо было Быть таким Вот и все Он когда у меня Не видел Он мне сказал Что ты Ебаный Хохол Что ты Блот Пиздец Я за тобой Вся бежуха Слава Нормальная Замай Вообще Замай Царь Понял Кто базарит Назамаю Хуйню Вы нихуя Не выкупаете Понял Такая Вы вообще Вот Знаете Вот В чем Проблема Многих Людей Вы не Понимаете Эту грань Юмора Между Серьезностью Когда Типы Гонят С вас Гонят Именно С вас Вы Сидите Думаете Ебаный В рот Ебаный Он серьезный Пиздец А он Просто С вас Гонит И вы Этого Не выкупаете Вы Думаете Ебаный Он серьезный А он Просто С вас Гонит Понимаешь Это Называется Тонкость Юмора Эту Хуйню Не постичь Тем людям У которых Нет чувства Юмора Вот Еще Такая Хуйня Он Самый лучший Кальянщик В мире Зуб Зуб Поедешь Ко мне Поедешь Ко мне В Киев Стоннер Бар Работать Кальянщиком Да Не знаю Заговоримся Договорись Сколько Ты получаешь Заговоришь На Ушко 15 Я тебя Услышал Не Ну это Что-то Киев Тоже Можно Учитывать Ну Да А Депр Знаешь Что Я Стоннер Поясняет За За Пост Иронию Знаешь Что МС Похоронилась Сережка Ты Мне Слушай Ты Мне Нравишься Понял Я Скажу Честно МС Похоронил Ты Грамотный Штрих Вот Я Тебе Честно Скажу Вот Что-то В тебе Есть Такая Хуйня Бляж Любомба Давно Не видел Давно Не видел Да Не Вот Видишь Вот Ты Честно До Сих Не Понимаешь Ты Думаешь Душу Излаживаю Знаешь Однажды Андрюша Сказал Очень Охуенный Панч Киев Стонет Когда Читает Киев Стонера В натуре Сяма Братик У тебя ДН Ё Я Поздравляю С днём Рожжение Желательства Слава На Лучшего Любви Удачи Блять Для Нас Ты Был Примером Мы Брали С Тебя Начало Вот Поэтому Я Тебя Обнимаю Читина Крепка Вячеслав Я Тебя Люблю И Целую И Это Говорю Я А не Кокс Смотрел Шахтер Рома Конечно Кто Не Говорит Шон Пиздат Я Говорю Шон Нормальный Слушайте Вы Пока Меня Не Увидите В Жизни Вам Никогда Меня Не Понять Понял До Конца Пока Вам Не Поделиться Не Пообщаться Понять Какое Слушай Вот На Батле Я Вообще Я Максимально Просто Именно Ну Такой Был Потому Что Блять Да Это Запоминающийся Хуйня Выкупаешь Вышел Батл Хуя Киевстонер Стал Мэмом Дэля Дримс Ком Тру Йо Шат Аут Ричи Ричи Еще Живой Братан Все Нормально Да Знаю Все Воничьи Устресси Братан Братан и смешно и грустно это поразило так лицо закрывал ты уехал в россию когда в украине лекарства подорожали что там интересное пишем как дела у меня нормально я общаюсь со своими подписчиками раз в год помню как с тобой пообщаться братан ждать пока судьба сидит ваня 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 иди сюда расскажи расскажи свою историю вот вот я вам сейчас покажу вот ваня расскажи расскажи свою историю я выходила с прекрасного заведения олень вот выхожу открываю дверь стоит он а я от него отписал в школе выгоняли за его видосы потому что я в ромках смотрел и мы ржали с моим другом козырем я короче выхожу с олени и он такой мне говорит здоров блять я такой сижу охотно стою охуевшую думаю блять здоров и я пошел дальше через день прихожу он опять в этом заведении сидит это заведение мои знакомые на правах рекламы там хорошие кальяны и короче что мы так разговаривались тудым-сюдым потом проходит неделя он ебать на ходе это мой номер через какие-то знакомые зумы берет антимана слушаешь ну да слушаю знаете 10 билетов я стою вообще ебать вареный что за хуйня киев ванька меня просто подвез понял в место этого еще он такой вот если надо будет такси маяку я его подписал ванию фритаксов видишь да ну что я вам не просто судьба просто у штриха баба сколько мы с тобой за год накатали 80 тысяч километров 80 тысяч километров мы за год проездили обстоятельства штрих сидел в школе ставим мои видосы убирал понял вот и все все же не мне это слава бит мы записали первый трек на студии на районе все это легендарное это все наркоманы для ряде это называется стечения обстоятельств понял то есть никто из них не хотел что-то не читал эти минуса предмогал да похуй его вообще по моему люби на паре финал купами не сотрел и не хочу даже я стороне я плачу дядь закроет но буду это не знаю что зуба не спроси а если это заказывает а рыба закрыта уже давай закажем здарова ричи тебе тоже фарту мастер я тебя обнял что там жишкам и шишки мои продаются деньги все так же если хотите жить от киевстонера приходите покупать с вами когда спис вашей техникам мы записали мы записали фит ему на альбом когда у паши выйдет альбом туда и будет фит вот истин а Карина? Куда ты Карина? А ее Карина, да? Спасибо большое, что напомни. Сделай сальто, не умеет. Да-да-да. Вся бы в эфир, не мая его, я бы его позвал, так не мая его тут. С мопсом... Мне мопс позвонил где-то месяц назад. Говорит, здорово, Астана. Говорит, здорово. Слышишь, не мог курнуть? Нет, не мог. Он сказал, ну ладно, давай. Все. Ваня сегодня по малолеткам. Понял? Ваня молодец подражает, чтобы познакомиться с их мамой. Он такой, а с кем я фотку мамы? А с кем я фотку мамы? А с кем я фотку мамы? Я говорю, ебал, я на них карьеру сделал. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я даю концерты, я выступаю, там-то, 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 там-то. Нема смысла сейчас ехать в Лос-Анджелес вообще никакого реально. А когда я уже встану, и нахуй никому не надо, я поеду все в Лос-Анджелес и буду там сидеть. А сейчас, понял, мы даем концерты, и то все, 5-й, 10-й. Ты, малый, ухожу, Боли или Медь? Да? Бля, Бодя. Бля, у меня она обижается, что мы приезжаем в Одессу в Нимайку, жалко, бля, работаем на Майку. Он тебе деньги отдал? Нет, я тебе отдал. А мне, мне он должен? Ну, потом расскажи. А, за это? За выступление? Ахуеть. Так бывает. Ладно, ребята, что я могу сказать, я полетел, всех обнял, спасибо, кто со мной на связи. И остается преданно. Субтитры сделал DimaTorzok